Рассказ войдет на самом деле не о Мехмате, на территории которой вы сейчас находитесь, да? Не о механико-факультете, а о каком-то другом, тоже вполне уважаемом, тоже важном факультете. Кто уже догадался, что это за факультет? Да? Мехмат занимается? Мехмат, я уже сказал, что это не Мехмат. Мехмат занимается какими-то логическими конструкциями, какими-то вычислениями, да? Математически. Мехматический – это часть Мехмата. Есть механико-факультет, на нем есть отделение математики, если честно, самое большое. Но это часть. Да. Какой? Громче. Ну, не сокращение, а журналисты-факультеты. Абсолютно. Абсолютно. Действительно, журналисты-факультеты. А почему? Нет, гуманитарии разные бывают. Итак, журналисты. Я объясню. Наверное, вам трудно понять, потому что вы еще маленький, я взрослый. Это, наверное, уже все помнили. Нет. Это, наверное, когда я ездил посмотреть Рим, была у меня такая замечательная поездка в 10 дней в Риме. Случайно мы там-то сняли квартиру около такой довольно зеленой зоны. И когда вышел этот самый парк, очень большой, замечательный французский парк, то одна из улочек, а вообще на то же время, самый маленький кусочек, кто имеет название? Она не так вот, как в Москве, огромная, длинная улица, а наоборот, очень-очень маленькая. Так вот, маленькая-маленькая, хорошенькая улица, вдруг не видимо, называется улица Анни Фалитковской. А хотя бы с этой самой улочкой, там была, как бы, в первую очередь, небольшая улочка «Флоренс Найтингталл». Это конец из страны, да? Анни Фалитковской – это журналист. Она занималась тем, что писала статьи о разных преступлениях, о разных хороших историях. Это была женщина. То есть не надо думать, что это была какая-нибудь такая накаченная, там, такой летающий танк, которая, там, бил удар, и что подобное. Тихая, спокойная женщина. Что она делала? А очень простую вещь. К ней приходили люди с какими-то там судебными решениями, с какими-то там документами. Она читала эти документы и писала об этом статью в газете. И, в общем, газеты и сейчас существуют. И, в общем, в этой газете еще несколько журналистов, тоже их убиты. И тоже не каких-то там супер-супер-супер каких-то, а просто обычных журналистов. Так, вопрос, кто знает, за что вообще-то убивают художественники? Так. Что, что, что? Они очень много секундных книжек. Мы их не хочем. Секунду. Она писала, чаще всего основываясь на каких-то полицейских документах, на каких-то судебных документах. Она писала то, что, строго говоря, все их... Она может написать, ну, например, код, и мы им все не говорили, что написать бренд джордж. Она может написать район. Да. То есть вы считаете, что, так сказать, сила журналиста в том, что он написал какую-то неправду, и, соответственно, что он оболгал кого-то, да? Вот. Замечательное мнение о журналистах. Да, ваша, потому что для... Говорите. Мне кажется, что она говорила правду. Нет, секунду. Давайте. Она, вы говорите, она говорила правду. Дело в том, что она сама не могла побывать и там, и там, и там. Она говорила правду в большинстве случаев на основании того, что ей принесли какие-то документы. Секунду, эти документы уже есть. Вот он лежит. Там решение такого-то суда. Там постановление такого-то прокурора. Там, записка такого-то полицейского. Это реальные документы. За что убивать? Она пишет на основании реально существующих бумаг. И, между прочим, разумеется, она не врала, ребята. Разумеется, если бы она врала, то ситуация была бы очень простая. Сразу бы в суде выяснилось, что она врёт, и пошла бы она отвечать за свою свою жизнь. Что? Потому что не все читают эти архивы. То есть, когда она их рассказывала, если бы она рассказывала, то она рассказывала буквально в этих людей. И начинали в обществе, и на них... О, молодец. Всё-всё-всё-всё-всё-всё. Молодец. Потому что не все читают эти архивы, эти решения, эти докладные записки. Вы абсолютно правы. Ребята, как ни странно, бывает ситуация, когда сообщение того, что все знают, может не просто быть информацией, а может быть информацией абсолютно потрясающей, которая, что называется, взорвёт всё общество. Вот, ну, давайте для того, чтобы для нас было не обидно, хотя в нашей стране было всё ровно один к одному, но тем не менее, да? Возьмём, например, Германия 20-х годов, да? Германия 30-х годов, начало 40-х годов. Представься себе, там, есть этот самый Гитлер, есть эти самые команды, которые по всей Европе находят евреев, там, их везут в консервия, и так далее. Как вы считаете, нормальный, нормальный немец знал о том, что происходит эти преступления? А вот забавно будет, с одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Дело в том, что в реальной своей жизни наверняка он с этим не сталкивается. Вполне сложно. Потому что всё было настолько в какой-то момент, уже везде, 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 что было невозможности не сталкиваться. А с другой стороны, до последнего все делали вид, что это важно. Совсем до последнего. И потом, когда уже закончилась вторая мировая война, когда шли операции гигистификации в Германии, приходилось доказывать, приходилось разъяснять. Причем очень-очень трудно всё это шло. Почему? А потому что любой человек, это всегда очень просто. Я вижу преступление, вижу. Но, наверное, это оно только на нашей улице. А по всей стране всё замечательно. Потому что все довольны, все рады, все любят. Ребята, не зря, когда какой-нибудь директор приходит к власти, первое, что он делает, это всегда старается запретить средства массовой информации. Все силами, как только кто-то, о кого он приходит, он старается перекрыть возможности. Почему? А потому что, если вы управляетесь интернетом, телевидением, газетами, то вы можете создать в неделю ощущение, когда каждый человек вокруг себя что-то видит, но при этом ему говорят, и он верит в то, что ему говорят. Ну, как в нашей стране, да? Там человек по телевизору, у них казалось в бред. А тем не менее, это же показали по телевизору. А если показали по телевизору, ну, не может же, это не правда, по телевизору показали. И так далее. Это понятный механизм. Так вот, сейчас, от общих обсуждений, переходим к задаче. И я попытаюсь... Господа, мне сейчас будет очень тяжело. Потому что одно дело, это общие слова, а другое дело, действительно, объяснить вам механизм этого, вы знаете, самую задачу.